У нас сегодня суббота, предпасхальная, завтра Пасха, то есть Великонотце по-чешски. Ну, а здесь, на этой площади, ярмарка. Ну, а чего мы пришли на эту площадь сейчас? Сейчас я расскажу, почему мы сюда пришли. А все это не просто так. Ну, тут еще, помимо ярмарки, идет полнейшая реконструкция этой площади. Итак, мы находимся на одной из самых знаменитых площадей города Праги. Площадь называется Иржио-Осподи-Брат. Не каждая русскоязычная сможет выговорить это, Иржио-Осподи-Брат. Почему мы сегодня здесь? Не Георгий, а Юрий. Ну, Юрий, Георгий, я думаю, в принципе, это одно и то же. Иржи, это по-нашему Юрий или же Георгий. Ну, кому как больше нравится, наверное. Так вот, почему мы на этой площади сегодня? В общем, потому что мы хотим сегодня отправиться в один город, который находится здесь, возле Праги. Город называется Поди-Браты. И чем знаменит этот город? Во-первых, в городе Поди-Браты родился... И так, да. В городе Поди-Браты родился самый знаменитый и самый необычный чешский король. Самый настоящий чешский король, которого звали Иржи. Этот король очень интересный. И историю об этом короле мы сегодня вам хотим рассказать. Причем, не будет никаких там нудных цифр, фактов. Все хотим рассказать в своем стиле, а послушать об этом короле очень интересно. Но, чем знаменит еще город Поди-Браты? Во-первых, там родился король, как я уже сказала, Иржи с Поди-Брат. И, во-вторых, это город, тоже чешский корорт. Мы уже были в Карловых Варах, мы были в Марианских Лазнях, мы вот недавно совсем были в Теплицах. Мы вскоре поедем еще в один курортный город. Но город Поди-Браты это тоже знаменитый чешский курорт, в котором можно попить воду из термальных источников. Сейчас мы отправимся в город Поди-Браты, расскажем вам очень интересную историю об очень интересном короле Иржи, Иржи с Поди-Брат. И покажем вам, как люди отдыхают в городе Поди-Браты, как там прогуливаются. Очень интересная хозяйка. Как прогуливаются вокруг источников. Ну, в общем, поехали. Вообще, изначально я хотела сегодня поехать в один замок. Я говорила это в прошлом видео, что мы поедем в замок, который бы никогда не построили, если бы знали, что с ним произойдет через 300 лет. Но потом мы теперь и начали все. Сегодня мы едем в Парду... В Парду... Сегодня мы едем в Паде-Браты. А завтра, у нас сейчас много выходных, Пасха. И сегодня мы поедем в Паде-Браты, а завтра поближе вот здесь, потому что... Ну, Паде-Браты тоже совсем-совсем рядом. Но вот этот замок, о котором я рассказывала, замок, который бы никогда не построили, если бы знали, что с ним произойдет. Так вот, в него мы постараемся заехать завтра и тоже все о нем рассказать. И, кстати, прошлое видео мы выкладывали о женском, о чешской Швейцарии. И там, в конце этого видео, история, история, которая не очень меня впечатлила саму. История о упавшем самолете, сербском самолете, который... Поехали. О упавшем сербском самолете. После падения выжила стюардесса. История очень необычная. Самолет упал здесь, в Чехии. Кто не видел, посмотрите. Можете не смотреть все видео, а просто перемотать на самый конец. Ну, хотя и само видео интересно. Мне, например, нравится история о заброшенном заводе, который мы там тоже показываем. Вот. И... Так вот, чего я хотела рассказать. Так этот самолет, который упал... Да, мы просто потом читали еще много об этой истории. Что потом на месте трагедии, на месте упавшего самолета... Вот сейчас там стоит памятный камень о том, что вот здесь упал самолет. Стюардесса выжила. И потом, до некоторого времени, до недавнего времени, там еще стоял обломок самолета. Обломок самолета стоял прямо возле этого камня. Я не знаю, почему его убрали. Фиг его знает, чуваку, убрали. Ну, стоял он там совершенно еще недавно. И вообще, как бы, до сих пор там находят в лесу обломки самолета этого. И как ты говорил, люди, как говорят... Идем к седачкам. Идем к седачкам. Говорят, когда люди местные ходят в лес за грибами, там вокруг леса. Они говорят, не идем за грибами, идем к седеньям. Потому что в лесу еще очень много раз находили сиденья этого самолета, куски самолета. Руку нашли. В общем, кто не видел прошлое видео, посмотрите хотя бы об этом упавшем самолете. Потому что история очень интересная, очень необычная. Самолет упал на территорию Чижской Республики. И меня поражает, что я никогда не видела, чтобы местные гиды с миллионными подписчиками. Там какими-то... Ну, не с миллионными, конечно. Я не знаю, если в Чехии есть миллионники какие-то. Ну, с несколькими, по несколько тысяч подписчиков. Не рассказывают о таком месте. Ну, стоит того, чтобы туда вообще рассказать, съездить и посмотреть. Ладно, мы едем в Падибрады. В общем, не успели мы приехать в Падибрады. Да, мы уже приехали и сразу же остановились возле первого попавшегося магазина. Это была Билла. И что мы купили? Мы купили воду, которая называется Падибрадка. А почему? Потому что Падибрады знамениты своими минеральными водами. К сожалению, почему-то Падибрадка всегда только с привкусами какими-то. Вот это, например, с привкусом лимончика. Есть апельсин, лиметка. Ну, вообще, как бы говорят, что Падибрадку нельзя пить в больших количествах. Она очень полезная. Говорят, вода вообще полезная на сердце, на кровообращение. У нее очень много чего в ней хорошего. Очень много всяких минералов в ней. Ну, вообще, Падибрадка – это, наверное, самая знаменитая в Чехии вода. Ну, естественно, она здесь производится. И, ладно, едем в город и расскажем о том, как здесь нашли воду. Расскажем о самом знаменитом жителе города Падибрады и много чего другого. В общем, приехали мы в Падибрады, и тут большая проблема. Огромное количество людей и нет парковок. Ну, парковки есть, но они все забиты битком. Людей столько, что в Праге сейчас, наверное, столько нет. Вообще, Падибрады – это очень популярный курорт, ну, по большей степени у немцев, у поляков и у самих чехов. Русскоязычные публики здесь меньше. Здесь очень много студентов русскоязычных. А вот так, чтобы приезжали сюда в санатории, ну, не так уж и много. В основном это немцы. Немцы, поляки, немцы, наверное, больше. В общем, а количество людей просто сегодня зашкаливает. Это в честь праздников, наверное, все уехали в Падибрады. У меня такое впечатление. Вот мы сейчас ездим, блуждаем по городу и не можем найти никакую парковку вообще. Все забито под завязку. Итак, город Падибрады. Здесь тоже есть источники. Правда, в отличие от Карловых Вар, судя по тому, что мы сейчас видим, со специальными чашечками, с носиками здесь никто не ходит. Все просто подходят либо со стаканчиками, либо просто с пластиковыми бутылками, набирают воду и довольно идут дальше. Я так понимаю, что вообще вот это питье из чашечек с носиками, это чисто корловарская фишка. Причем, конечно, она и была придумана в Карловых Варах доктором Бехером. Итак, еще раз приехали мы в город Падибрады. И сейчас об этом городе мы расскажем все, что знаем. А чего не знаем, то придумаем. Итак, летний санаторий. Перед нами вот он. Ну и впереди толпы людей. Людей, как я уже перед этим сказала, сегодня здесь огромное количество. Я не знаю, может здесь так все время. Но когда мы были в прошлый раз, здесь было мало народа. Но сегодня, возможно, благодаря праздникам все приехали в Падибрады. Вот что происходит в чешском курорте. Под названием Падибрады. Мне кажется, он сейчас бы дал фору даже корловым варам. Как и положено каждому чешскому курорту, конечно же, здесь продают знаменитые оплатки в Карловых Варах. Это Карловарские в Марианских Лазнях. Это Марианские Лазенские. А здесь, судя по всему, это будут Падибрадские. Вот очередь стоит за вафлями, за оплатками. Ну, конечно же, как и положено. Здесь тоже есть свои легенды и истории. И историю возникновения курорта в этом месте. Конечно же, мы сейчас вам расскажем. Когда вы думаете о термальных источниках в Чехии, первым делом на ум, конечно, приходят Карловы Вары. Но этот город далеко не единственный. Мы уже с вами побывали в Варах, Марианских Лазнях и Теплицах. А сегодня мы приехали на берег Эльбы, в курорт Падибрады. Говорят, Падибрады помогают сердцу, воду и здешних источников. Используют для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но это далеко не все. Живописная Эльба, старинный замок, уютные рестораны, 13 термальных источников. Что еще нужно для прекрасного отдыха в Чехии? Название Падибрады означает «возле брода». Город появился на берегу Эльбы в средние века, возле могучего замка. Самым известным уроженцем Падибрад был чешский король Иржи. Его историю я расскажу чуть позже. О минеральных источниках в Падибрадах узнали случайно и только в начале 20-го столетия. Однажды местный князь пригласил на охоту друзей. Среди них был и прусский барон Карл фон Бюлов, который умел находить воду и металлы с помощью обычного прутика. Несколько источников обнаружилось и в имении князя. Сначала все подумали, что вода обычная и очень этому обрадовались. Ведь хорошей питьевой воды в городе всегда не хватало. Однако, попробовав, разочаровались. Вода оказалась газированная, соленая и вонючая. В общем, пить невозможно. Впоследствии выяснилось, что эта вода лечебная. И она ничем не хуже, чем на известных курортах. А пить ее нужно в очень небольших количествах. Так в Падибрадах появились первые лечебницы, которые с каждым годом становились все больше и больше. Тогда сюда и потянулись туристы со всего мира. Местная вода Падибрадка известна на всю страну. В ней содержится огромное количество углекислого газа. 2000 мг на литр. Для сравнения, в Карловарском источнике Гейзер всего 400 мг на литр. Который очень эффективно стабилизирует кровяное давление, расширяет сосуды, улучшает кровообращение. Вода используется для проведения главной на курорте водной процедуры – углекислые ванны. Какие же показания к лечению в Падибрадах? А вот какие. Хронические сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, состояние после пересадки сердца, нарушение сердечного ритма, состояние после инфаркта, гипертония, пороки сердца, спазмы сосудов и многое другое. Но всегда лучше советоваться с врачом. Смотрите, какая здесь красивая вилла. Просто сказочная. Да, и, кстати, мы никакой информации не можем найти об этой вилле. Я на интернете начала даже искать. Ничего нет. Есть только обозначение, что эта вилла есть здесь, Аберегнерова как-то она называется. Вот. Но что, зачем и почему, мы не знаем. Но очень красиво. Еще один из интересных фактов о падибрадских источниках. Чешский мыслитель Ян Амос Каменский в 1624 году задокументировал, что недалеко от падибрад, вблизи от пражской дороги, появился колодец, из которого течет кровь. И кровь из этого источника была чудодейственной. И лишь со временем благотворные свойства этой воды были исследованы должным образом. И выяснилось, что в ней огромное количество железа. Так, когда-то в этом городе родился будущий чешский король, которого звали, который войдет в историю как мир, жизнь поди-брат и память. Королю Иржиму стоит в центре города. В центре города Падибрады. Еще 500 лет назад король Иржи кое-что придумал. Но когда он это предложил, все от этого отказались. Спустя 500 лет Европа этим пользуется. То, что придумал король Иржи, была хорошая задумка. Но в последнее время ее очень сильно начинают портить. Не буду забегать вперед и рассказывать, что уже придумал король Иржи. Расскажем это чуть позже. Итак, кто же такой король Иржи и чем он знаменит? В апреле 1420 года в небольшом городе Падибрады в центральной Чехии родился самый обычный мальчик по имени Иржи, Юрий по-нашему. Времена тогда были смутные, война с гуситами и прочие средневековые дикости. Отец Иржи, Викторин, был радикальным гуситом и личным другом легендарного Яна Жишки. Но в возрасте 24 лет он пал на поле битвы. Так, будучи 7-летним ребенком, будущий король Иржи осиротел. Достигнув возраста 14 лет, Иржи принимает участие в битве у Липан. А со временем и вовсе получает место гетьмана в Восточной Чехии и собирает армию. И был тогда в Чехии король Сигизмунд, но правил он недолго. А умерев, оставил трон своему зятью, который тоже долго на троне не засиделся и вскоре отправился вслед за тестем. А через два месяца после его кончины у него родился сын Владислав. По причине малолетства правителя управляли страной черти кто и черти как. И вот именно тогда у ворот Праги нарисовался Иржи, который не был королевской крови, но у него было войско. Так и случилось, что этот обычный парень из города Подибрады, совсем не королевского роду племени, стал правителем Чехии. Причем в историю он вошел не только как единственный король без королевской крови, но и как единственный чех на чешском троне. Но пока был жив младенец-наследник, Иржи был всего лишь исполняющим обязанности короля при малолетнем принце. А спустя годы, когда наследник вырос, то вместо того, чтобы занять положенный ему по закону трон, он совершенно случайно умер. Вот тогда-то и стал самый обычный парень из маленького города Подибрады одним из самых знаменитых чешских королей – Иржим из Подибрады. И вот однажды король Иржи создал один проект под названием «Установление мира в мире христианском». Остальные европейские монархи на средневековом саммите, внимательно выслушав план чешского короля Иржи, единодушно сказали «нет». Король Иржи скончался, так и не притворив в жизни свои идеалы единого христианского мира. Но его проекту все же суждено было осуществиться, правда, спустя 500 лет. А называется «Детище чешского короля Иржи» просто «Евросоюз». Собственно, этот проект «Управление мира в мире христианском», который написал король Иржи. И вот он здесь, в местном музее, хранится. Это пишут. 23 апреля 1420 года, в день святого Иржи, родился в Подибрадском замке, в Подибрадском замке, Аиржи с Подибрад. Вот позднее чешский король. Ну и, собственно, в этом замке мы сейчас и находимся. Собственно, как сначала Эдик прочел в музее, короли и другие были согласны подписать вот этот договор. Типа средневековый Евросоюз. Но тогда был мировой полицейский. Америку тогда еще не открыли. Тогда был другой мировой полицейский. Это был Ватикан, которому это было по какой-то причине невыгодно. И если Ватикан сказал нет, значит нет. И Ватикан тогда сказал, собственно, нет. И все дружно повторили. Ну, собственно, Ватикан тогда много чего запрещал. И все-таки французский король подписал. Ну, подписал, да, дружественный договор подписал только французский король с Иржием. Ну, а Ватикан сказал нет. Ну, да, Ватикан тогда сильно рулил. У нас есть одна, ну, как бы здесь замок в Чехии один. Тоже мы как-нибудь в него съездим. И в этом замке висит портрет самой некрасивой женщины тех средних лет, средневековья. Она не жила в Чехии, она была замужем за чешским принцем, но вошла в историю как самая некрасивая женщина. Она не была самой некрасивой женщиной, просто так ее выставил Ватикан. Потому что, ну, когда-нибудь мы поедем в этот замок и эту интересную историю обязательно расскажем. В общем, тогда был Ватикан во главе угла, во главе всего, над всем стоял Ватикан. Да. Ну, потом открыли Америку. Миша у нас, она же у нас из Мексики. В общем, идем дальше. Ну, и на территории замка, конечно, что? Конечно же, еще один источник. Можете сюда прийти с чашечкой и набрать себе воды. Что, собственно, многие делают. Да, источники, кстати, здесь на каждом шагу практически. Не, вообще не знаю. Я не знаю, если это флаг России. Ну, флаг России, да. Как-то так, мне не закрасили-то еще здесь. Хотя я не знаю. Вот еще один источник. Ну, здесь, говорю, здесь нет того карловарского шика, чтобы люди серьезные, серьезные не относились к таким вещам. Здесь, фон, чашку помыл, руки помыл, налил и пошел дальше. Хотя сам красивый какой источник, да? Посмотрите. Какая красота здесь. Пахнет серой вокруг этого источника. Очень и очень сильно. То есть, вот так вот. Ну, да, здесь, конечно, все попроще, чем в варах, в лазнях и даже в теплицах. В теплицах нет источников такого количества. Здесь просто этих источников слишком много, мне кажется. И так здесь нет того трепета, который чувствуется в карловых варах. Там просто культ минеральных вод здесь. Вот так, все по-простому. Мы зашли в какую-то, написано, колоннаду. Но это такое впечатление, что я в советском детстве в доме отдыха. Пойдем, зайдем. Пойдем. Да. Ну, источника здесь нет. Бьющего из-под земли. Тут случай, когда я себя чувствую просто, не просто молодой, а даже юной, можно сказать. Здесь одни пожилые люди. Вообще неофициально Падибрады считается городом пенсионеров и студентов. И так и есть. Вот мы сейчас сидим в этом кафе, а здесь 99% пенсионеров. Это мило. Кстати, в отличие от Карловых вар, ну, от Карловых вар, так точно, в местной кафешке все очень дешево. Просто, как видно, что для пенсионеров цены. Специально для пенсионеров. Видимо, поэтому они так любят это место. Пока Эти кормит собаку, я вспомнила, не предупредила сразу, но говорю сейчас. В конце этого видео будет рецепт сушеного мяса по болгарскому рецепту. Мы сняли, мы приготовили, сняли. В конце этого видео будет. Очень вкусно у нас получилось. Рекомендуем всем. В общем, если кому-то неинтересно смотреть, как мы тут во Стариковске отдыхаем в Падибрадах, можете перемотать на конец и посмотреть рецепт. Вот так. Короче, очень странная вещь. Вот стоят коляски, в них лежат куклы. Мы сначала думали, что так люди детей поставили, а сейчас просто поставили детей, потом покушают и заберут. Я еще удивлялась, что дети не плачут. Это урок? Да. А сейчас смотрим, идет... Чего? А сейчас смотрим, идет семья. Ну, женщина так... А я, она может молодая, но она очень толстая, такая очень грустная. Ну, они ушли уже. Ну, на маму не похоже. Ну, она и не выглядит молодо. Не выглядит на маму. И тут такой же мужчина. Проходят мимо нас, я еще удивилась в таком возрасте, родители. И проходят мимо, и мы заглядываем в коляску непроизвольно, а там кукла лежит. И тут до меня доходит. Тогда мы ходили смотреть эти... Ну, мы не коляску, мы ходили, посмотрели там... Есть места. Есть места есть. И мне поставили, что это быстро на коляску. И у кого, что у них куклы лежат. Ну, думаю, показалось. Потом, говорю, мы съели сюда, и мы еще думаем, сколько колясок стоит. А детский плач не слышал. И вот сейчас пришли эти, и мы смотрим в куклу. У меня уже волосы девяностые. Я специально не поленилась, сходила туда, к этому колясочной парковке. А там в каждой коляске по кукле. Ну, не в каждой. Некоторые коляски пустые. Может, какие-то душевные травмы здесь лечат. Вот такие. Но у людей в колясках куклы. Очень странно. И серьезно. Столько колясок с куклой. И там, причем, где-то в трех колясках лежали куклы. Одна прям конкретная кукла. Там одна такая прям... Я сначала подумала, он тоже младенец. Очень качественная, сделанная кукла. Но это явно тоже кукла. У этих тоже была дорогая кукла. Но это кукла была. И вот сейчас я подошла, прям... Ну, просто наглую заглянула. Ну, может, нельзя так делать. Но я даже прям сняла. Что? Микрофон. Никак не закрывает. Ну, в общем, что это такое? Там куклы. Вот идут очередные люди. У них в колясках куклы. Вот у них куклы в колясках. Почему? Выглядит. О, видишь, там куклы. Везде куклы. Везде куклы в колясках. Вроде пожилые. Да. Куклы в колясках куклы в колясках куклы в колясках куклы. Короче, так. Действительно, это куклы. Причем такие качественные дорогие куклы, которых сложно отличит от живого ребенка. Ну, видно, что это кукла все равно. И прям много пожилых людей с этими колясками. Я вообще... Видимо, что-то этим лечит. Ну, я не знаю, где что можно куклой вылечить. Может, какая-то... Может, это какая-то, я не знаю, программа специальная. Может, это к 1 апреля. Я не знаю вообще, почему люди вузят кукол в колясках. С чем это связано. Как-то они заботятся об этой кукле. И что они с ней делают. Такой город. Сейчас мы еще хотим сходить на берег реки. А река местная называется Эльба. Эльба здесь везде практически. Вот знаете, как в Карловых Варах дату меняют? А здесь не только дату меняют. Вот 33-е по Дибраде. Но здесь еще и часы. Вот. Красота какая. Так что... Ну, знаешь, как говорится? Есть такое выражение. Даже поломанные часы хоть раз в день показывают правильное время. Так что часы здесь есть. Работают они или нет, я не знаю. А еще здесь цветет магнолия. Вот тут тоже можно попить водичку. Конечно, местные источники выглядят более современные. Не такие, как в Карловых Варах или в Лазнях. Здесь все-таки курорт более молодой. Ну, город, честно говоря, очень живой. Он мне даже выглядит намного живее, чем Теплицы. Здесь прям очень много людей и чехов, и немецкий язык слышится. Но основной, кстати, чешский. Никак не может успокоиться после того, как он увидел этих кукол в колясках. И читает на интернете, что сейчас новый тренд. 15 тысяч. 8 тысяч. Что, 15 тысяч? Сколько стоит? Ну, да. Что стоит такая кукла? Минимум, ну, больше, чем 500 евро. Минимум. Ну, не суть. Я не верю, что это очень дорогие. Какие евро? 15 тысяч крон. Крон, да. Ну, 500 евро больше. Где-то 700-800. Он читает, что это такой новый тренд. И люди покупают этих кукол, катают их в колясках. И у нас натуральные волосы. Они пахнут, как ребенок, что это сейчас очень модно. Но вот эти женщины, которых видели бабушки, они не выглядели на людей, которые отдадут 15 тысяч крон за такую куклу. Скорее всего, это какая-то, я не знаю, какая-то программа здесь может быть. Когда так развлекают пожилых людей или больных людей всяких. Потому что мы бы не обратили внимания на этих кукол. Даже если просто бабушка бы шла с коляской, я подумала, что бабушка с внуком. Если бы не женщина с мужчиной первые прошли, они не выглядели... Ну, как называть вещи над своими именами? Они выглядели немножечко умственно отсталыми оба. Иду с коляской. Вот это меня и заинтересовало. Я посмотрела в коляску непроизвольно и увидела там куклу. И потом пошла дальше смотреть. Я не верю, что такие люди прям покупают кукол за большие деньги. Но куклы качественные. Ну, а город? Город живет. Но тогда мы еще не знали, что оказались на съезде родителей реборнов. Кто такие реборны? Я вам хочу рассказать. Потому что эта тема меня немножечко шокировала. В конце 20 века, а если точнее, в 90-х годах прошлого века, европейские мастера начали делать кукол из винила, которые очень сильно напоминали обычных детей. И внешностью и весом они были практически неотличимы от младенцев. Поэтому их стали называть реборнами, что в переводе с английского означает перерожденный. Вы не найдете реборнов в обычных магазинах или торговых центрах. Приобрести их можно либо на аукционах, либо на специальных выставках, либо у самого мастера. Каждая такая кукла – это исключительно ручная работа. Поэтому она существует только в единичном экземпляре. Некоторые художники предлагают такую услугу, как изготовление реборна по фотографии или рисунку. Создание кукол детей называют реборнингом. Для их изготовления нужно приобрести части тела или заказать их у мастера. Натуральные или искусственные волосы, стекло для глаз, ресницы, наполнитель для тела, краски. Ходят даже страшные легенды, что глаза иногда покупают в морге. Хотя что-то меня заставляет в это не поверить. В любом случае, то, чем занимается мастер реборнинга, скорее напоминает сатанинскую кухню. Мастер должен предусмотреть все – вены, родинги, складочки и остальные нюансы, свойственные коже. Самая кропотливая работа – это закрепление волос и ресниц. Это очень долгий процесс. Волосы прикрепляются пучками, приделываются они очень прочно. Впоследствии их можно расчесывать, делать различные прически, мыть. На щечки и пяточки для достижения абсолютного сходства наносится несмываемая румяна. Говорят, что реборны пользуются спросом у бездетных женщин или женщин, не желающих рожать. Причин бывает много. Но мне почему-то подмена живого ребенка куклой кажется немного садомазохизмом. Как-то странно ухаживать за ребенком, который не растет, не меняется. Он никогда не пойдет в школу, он всегда будет одного роста, веса, с одним и тем же выражением лица. Только выглядеть будет как настоящий, но только что умерший младенец. А еще мне интересно, что же на таких встречах обсуждают мамочки. А именно так они себя называют. Ведь у детей нет никаких достижений, которыми можно похвастаться. Из нового у них только одежда. А еще я не удивлюсь, если таких кукол часто заказывают педофилы. В общем, мое мнение, психически здоровый человек не станет играть в игрушки, симулируя жизнь. Мертвый ребенок реборн – это подмена ценностей и самообман. Такое увлечение может развить жестокость и безответственность. Но опять-таки все мы разные. Просто лично мне видеть взрослых людей с колясками, в которых сидят не дети, а куклы, было немножечко страшно. Эдик все идет и читает об этих искусственных детях. Говорит, ну тут интервью какой-то женщины берут, которая такую коляску возит. И она говорит, что когда она гуляет по городу со своим ребенком, на нее люди смотрят очень странно. Ну я, честно говоря, не в обиду этой женщине. Мы тоже посмотрели. Я, серьезно, я… Я очень странно смотрел. Мы все очень странно. Мне кажется, Миша наша очень странно посмотрела. Потому что я не ожидала. Сначала я говорю, хотя это может я как дикарь себя в этом случае веду. Для меня это было немножечко странно увидеть куклу в коляске. Дальше эта женщина приводит гениальное сравнение. Но гениальное в кавычках, что она же не смотрит с удивлением на людей, которые выводят в парке собачек, выгуливают. Ну, честно говоря, я лучше собачку в парке выгуливала. У нас вот сегодня Париска, она не с нами, потому что она заболела, и мы в больницу отвезли ее с утра. Вот, тут переживаешь, она живая, она… Я прям, ну, расстраиваюсь, когда она… Она у нас часто болеет. Подожди, подожди. А что муж? Тоже, ему не нравится. Хорще я то с моим манжелем, который от меня там в зале бы респектовать, а нехте с моим мименьким не смеет. Она говорит, самое, самое плохое, что ее муж вообще никак мне пришляет внимание этого ребенка, ничего не хочет иметь с ним общего. Ну, ой, ну, жалко людей, я думаю, это не совсем здорово, ну, хотя не знаю, я сейчас уже такое время, блядь. Ой, блин, ты не можешь назвать там, своими словами, ничто и никого. Больного человека нельзя назвать больным, смуглого смуглым. И тот, ну, для меня это… Ну, собачка я лучше завела, или, не знаю. Ну, там пожилые люди, да. Может, собачку они не хотят заводить, что они боятся, что она умрет, допустим, бабушка, а собачка останется сама, тоже вариант, конечно. Ну, если женщина говорит с мужем, то муж ничего не хочет иметь общего с ребенком, с ребенком, с куклой, ну, мужа можно понять только и посочувствовать. Ну, нельзя, грех смеяться такого, ну. А вот тут народ, видите, стоит, попивает воду из источника. Причем источники здесь порой в самых необычных местах. На остановке. На остановке, да. Да, народ запарковал машину, вот. Просто прожайки запарковали машину и стоят, стоят в круг, пьют воду. Еще и с собой, наверное, да, вывезут. Еще и с собой вывезут. Так, Эдик никак не оставит в покое это интервью. Женщина продолжает. Она была бы очень рада, если бы ее муж больше обращал внимание на этого ребенка, им занимался. Ну, на ребенка мы все еще говорим о кукле. Им занимался. В общем, наверное, брал с собой на футбол, я так думаю. Знаешь, все-таки, воспитывать надо мужика. Или эта девочка, куда он должен остаться? Вообще, кто это? Ну, да, вместе проводили время. Воспитывал, там, я не знаю, книги читал ему. Что еще, что он должен, может делать? Ну, ладно, когда это там бабушке, может, весело так с этим ребенком ходить. Но когда человек настолько это серьезно воспринимает, что еще окружающих себя, окружающих этим напрягает. Это, конечно, не весело. Продам мальчика по имени Даниэль. Родился 6 февраля 2010 года. Что там о нем еще она говорит? Ну, какие-то... Волосы там какие-то специальные о него, маникюр. Маникюр и жилкование. Жилкование. Сейчас увидят. Ну, видно вены у него. Дальше, что там. Это цена мальчика 7000 крон. А потом продам красный мименьку, голчичку 49 см 2 кг. И снова там, что у нее есть родный лист. Короче, продам девочку 49 см 2 кг. Имя не написано, я так понимаю, да? Подожди. Мименька ма капичку млека у пусинки. У ребенка есть капля молока возле рта. Что еще? Есть свидетельство о рождении. Это у девочки. Что еще? Что от уверенной рыбомистки. Так называются эти, которые с этими... Ну да. От какой-то очень знаменитой произведительницы этих кукол. И цена 15%. Цена на секундочку 2 раза, больше чем 2 раза дороже мальчика. Мальчик, помним, стоил 7000 крон, девочка без имен, и мальчика было имя. То есть я не могу даже перезвать, если... А девочка стоит 15800, больше чем 2 раза дороже. Это куча таких объявлений. Грех смеяться. Здесь другое. Снова мальчика продают. И снова густые гнедовласки. Густые коричневые волосы. Лепеные жасы. Кресницы. А и... Ну, наконец. Овуненным олеичком звони мименек. Пахнет маслом с запахом ребёнка. Грех смеяться над больными. 8500. 8500 за мальчика, за второго. Грех смеяться над больными. Я, конечно, всё понимаю. Кому-то, может, этот ребёнок жизнь спасёт. Но когда здоровая тётка заводит такого ребёнка и навязывает его своему мужу, приходит мужик, уставший с работы, и она ему говорит, давай с сыном посиди. Или на футбол его возьми. Или что-то там. Ребёнок растёт без отцовщины. Это перебор. Нет, я понимаю, когда бабушка вместо собачки заводит куколку. Но когда человек вроде бы не сильно старый, мало то, что заводит себе эту куклу, ещё морочит голову своему мужу. Ну, не моё собачье дело, конечно. Но, в общем, мы сегодня весь вечер посвящаем этим куклам. А между тем... Ты что-то ещё нашёл? Не, ну я думаю, что это хороший бизнес. Я думаю, да, идиотов. Надо заняться с этим. Ну, короче, пока мы тут обсуждаем вот эту глупость, мы нашли очень красивое место, ко всему прочему, здесь. Какая красота! А ещё мне хотелось бы сказать, что, возможно, я бы даже не стала ничего рассказывать об этих куклах, и если бы на следующий день мы не отправились в великолепный Чешский замок, и от увиденного там, честно говоря, волосы стали дыбом. Именно там мы поняли, что реборны – это не милая забава и не шутка, а самая настоящая эпидемия. Дождитесь следующего видео. Итак, мы говорили, что сделаем мясо сушёное. Мы купили, ну, мы немножко купили куриного мяса, даже меньше килограмма взяли. Соль. Мы взяли, не знаю, зачем взяли, две пачки, но думаю… Три пачки взяли. А, три пачки, ещё лучше. Ну, я думаю, нам одной хватит, но посмотрим, может, полторы пачки. И разные специи. Кто какие любит, мы взяли чубрица. Я не знаю, честно говоря, как чубрица называется по-русски, но это чисто болгарская специя. В Болгарии в любом ресторане она будет рядом с солью. Вот будет соль стоять, перец и чубрица будет всегда. Поэтому чубрица, она как бы точно должна присутствовать. Я потом прогуглю, как это будет по-русски и, скорее всего, напишу. Мы купили, в общем, чубрицу, сладкий перец, чеснок и ещё у нас будет острый перец красный. И, да, майоранку, наверное, Эрик гостит. В общем, вообще, Эрик говорит, что любые могут быть специи, кому что нравится. Ну, вот чубрица или аджика должны быть обязательно. Чёрный перец ещё, наверное. Ну, немножко. Да, мы немножко чёрного перца придадим. Итак, начинаем. В общем, одна пачка соли уже ушла. Да, вот я, конечно, перегнула, когда сказала, что одной нам точно хватит. Когда мы вчера в магазине покупали соль, на нас смотрели очень странно. Зачем людям столько соли сразу? В общем, две пачки соли, я так думаю, пойдёт. Вообще, конечно, лучше крупную соль брать. Но вчера, вот правда, в магазине была только мелкая. Ну, у меня есть французская серая соль, но она влажная. Я не думаю, что её сюда хорошо давай. Лучше не надо. У нас есть серая французская соль. Она очень классная. Мы специально берём во Франции всё время. Но, наверное, всё-таки лучше уж мелкую дадим. Да как она особо не повлияет ни на что. Ну, всё. Мы избавили мясо от всяких прожилок жирных, от всяких плёночек, косточки, если маленькие. Короче, переполовинили конкретно эти три кусочка несчастных. Да, ещё раз повторяю. Лучше, конечно, не эта соль крупная. Если найдёте, лучше взять крупную соль. Ну, мы сделали и так, и по правилам крупная должна быть. Но вчера уже не было времени искать. Мы были в этом, в Женско. Приехали поздно уже, совсем поздно вечером. Пока пошли в магазин. Нашли только эту мелкую соль в большом супермаркете. В общем, засыпаем полностью солью эти наши кусочки мясные. И отправляем в холодильник на 24 часа. В общем, всё. Будем ждать 24 часа. У вас, конечно, пройдёт пару секунд. А у нас 24 часа. В общем, вчера мы говорили, что мясо будет у нас в соли находиться 24 часа. Но не тут-то было. Всё-таки нужно брать крупную соль. Мы сделали ошибку, что не взяли. Ну, как ошибку? Мы не нашли крупную соль. Вот правда, в магазине её не было. Мы взяли вот эту мелкую. И из-за неё мы, когда через 24 часа достали мясо, оно не было достаточно твёрдым. Поэтому наше мясо лежало больше 30 часов. Ну, может. Да, где-то больше 30. И в итоге... В общем, советуем только брать крупную соль. Не заниматься этой чепухой. Не брать мелкую, как мы. Ну, оно всё равно будет вкусно. Всё равно всё получится. Но лучше, конечно, брать крупную соль. В общем, вот. Мы вынули мясо из соли спустя 30 часов. Даже больше, чем 30. В общем, когда достаём мясо из соли, его нужно хорошо промыть. И пару часов, куриное мясо пару часов нужно вымочить в воде. Что мы, собственно, и сделали. Мы, правда, вымачивали его недолго. 2 часа. Вообще, по-хорошему, 5 часов после крупной соли. И после 24 часов нахождения в соли. Но всё-таки из-за мелкой соли. Эдик в этом лучше разбирается, чем я. Он сказал, что должно быть не больше 2 часов в воде. Ну, а теперь будем смешивать приправки, которые мы купили. В общем, смешали мы все свои приправки. И Эдик даже добавил хмели-сунели, которые мы купили в русском магазине. На харчо. Сказал, что можно и это добавить. Ну, посмотрим. Впервые добавляем хмели-сунели. А вообще, мы делали и говяжье мясо точно так же. Но очень вкусно получается говядина. Просто очень долго нужно её держать в соли. Очень долго потом она должна отмокать. С ней всё очень долго. Она под гнётом ещё должна лежать. В общем, оно очень вкусно, говядина. Но вот куриное мясо, оно делается очень быстро. И тоже очень вкусно. Единственное, не повторяйте наших ошибок, не покупайте мелкую соль. Ну, конечно, мясо нужно ещё и высушить после того, как оно побыло в воде. Попромокать его салфеткой, чтобы оно не было совсем уж мокрым. Всё. Попромокали мы салфеткой наши кусочки. И теперь всё это дело нужно... Ну, как бы... Ну, нужно это там красиво обваливать. Всё. Всё, мы быстренько, мы спешим. Всё это засыпаем приправками наши. Эдик вообще говорит, что есть рецепты такого мяса, которое чуть-чуть не за день делается. Ну, может быть. Эдик сейчас спросил, нужно ли солить. И я такая уж задумалась. Думаю, блин, мы же соль не добавили. Потом вспомнили, что как это соль. Оно же в соли лежало. Не надо солить. В общем, соль туда не нужно добавлять. Потом мы проделываем дырочку в мясе. А пахнет, кстати, очень хорошо все эти специи. Главное, это чубрица. Такой запах у неё приятный. В общем, проделываем дырочку и, понятное дело, нанизываем мясо на верёвку. Нанизываем мясо на верёвку. И оставляем его сушиться при комнатной температуре. Минимум на 3 дня. Ну, чем дольше оно будет сушиться, тем оно будет более сухое. Кстати, Эдик говорит, что можно ещё по болгарскому какому-то рецепту замачивать это в вине мяса. Не в воде, а именно в вине. Но у нас дома только шампанское, а это сильно жирно. И вообще-то уже будет не болгарский рецепт, а французский. Поэтому может даже кто-то попробовать и замочить в вине, что получится в итоге. Ну, мы замочили в воде. Ну и всё, отправляем это сушиться на 3 дня при комнатной температуре. Так, у нас прошло трое суток. Давай разрезаем. Оно твёрденькое такое. Всё получилось. Жаль, нельзя передать запах. Очень вкусное. Ну, чем дольше оно будет лежать, тем оно будет твёрже, конечно же. Вот. В общем, очень рекомендую. Кстати, мы добавили сюда красный острый перец. И получилось немножечко острое. Ну, вкусно зато. Если без перца, то острым вообще не будет. Я просто себе шампанского налила розового. И сейчас сижу и это пью с шамп... Ем с шампанским. А как-то, конечно, не в тему с шампанским. Острое. Немножечко острое мясо. Ну, в целом, очень вкусно. Очень вкусно. А аромат, к сожалению, мы не можем передать через камеру. Вот так-то. Иди к нам, люди. Я боюсь. Иди сюда. А-а-а-а-а-а-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...